Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди объединяются для демонстрации поддержки ВИЧ-инфекционных. Или так или иначе, тех, кому пришлось столкнуться с этой страшной болезнью. В связи с этой датой в городской поликлинике Каспийска рассказали о проценте заболеваемости в республике, а в частности в нашем городе. Категория заболевших сильно расширилась по возрастам. В общем, примерно равные по процентам заболевают мужчины и женщины. И практически молодые люди, взрослые, разницы нет, идут практически одинаково по всем возрастам. И, к сожалению, идет рост в год примерно 5-7%, если не больше. Основной причиной заболевания является введение беспорядочной половой жизни. Кроме того, заразиться возможно через переливание крови и иглу, использованную ВИЧ-больным. По словам врача-инфекциониста ЦГБ города Каспийска Шамиля Валиева, самая страшная ВИЧ – это то, что ее очень тяжело заподозрить в организме, так как заражение проходит бессимптомно. Самая большая проблема этого заболевания, этого вируса, что практически в большинстве случаев протекает бессимптомно. Может пройти как невыраженная вирусная инфекция в виде какого-то заложенности носа, горла, температурки. В общем, может пройти незаметно. Многие считают, что ВИЧ также передается через маникюрные и стоматологические инструменты. Шамиль Валиев подробнее рассказал о вероятности заболевания подобным образом. Он, знаете, крайне неустойчив во внешней среде. А стоматологи маловероятно, что его передадут, потому что даже незначительно, неполная даже обработка своих материалов, какая-то, может быть, как бы не очень внимательная обработка, она тоже дает практически стопроцентный результат. Ну, другие вирусы более устойчивые, конечно, передаются от стоматологов, тоже изредка бывает, но СПИД нет. На сегодняшний день ВИЧ-инфекция является неизлечимым заболеванием. Но, несмотря на это, инфицированные могут вести обычный образ жизни. Самое важное – это подобрать правильное лечение.